Итак, снова здравствуйте, дорогие зрители, и с вами снова Алексей, и я могу вам сказать вот что. Парадигм никогда не сдаётся. Я, конечно, охренел, что нужно для того, чтобы получить доступ к этим болезням. И, в общем-то, пройти на золотые медали вот все эти болезни. То есть пройти их, по-моему, на золотые медали, но не просто на золотые медали, а на сложном уровне сложности. И тут ещё что-то недоступно. Ага. Ну, мне нужно обновить игру. Ну, да. Окей. Ну, в общем-то, во всяком случае, мы можем поразвлекаться с этими болезнями. Неизлечимая болезнь, скрытая болезнь, неограниченная болезнь. И я запасся уже чашечкой с кофе. Советую вам сделать то же самое. И если вы не осилили по каким-то причинам вот это прохождение, ну, прохождение этих, которые я... Я не сдавался. Я проходил, проходил и проходил. И я прошёл. И я думаю, что больше ЛСБ-щиков не будет, которые будут играть в читерские болезни. Но, в принципе, это... То есть мы по раскусу играем. А не то, что они есть. То есть власти не реагируют на неё. Невозможно вылечить от неё неограниченные очки ДНК. И... Да. И с этим я разберусь. Возможно. Ну, и давайте же начнём. Неизлечимая болезнь. Буду как бы наслаждаться тем, что... Не надо волноваться о том, что... Время закончится и тебя убьют. Ну, уничтожат твою болезнь. Невозможно от неё вылечить. Давайте же начнём. И гены даются новые. Гидрофил. Засушливым. Во влажном. Давайте во влажном. Там, по-моему, и Китай. Туда входит и всё остальное. Не знаю. Нам то не нужно. Нам нужно... Вот это. Во влажном климате. Так, ну... А, стоп. На всякий случай вот это. Мы даже скрываться не будем. Будем тупо всех... Наверное, убивать. Или нет, не будем убивать. Зачем нам убивать? А, ну это не имеет смысла. Окей. А здесь что? Вот это вот. Такая шняга, я вам говорю. Это самый лучший апгрейд. То есть, оранжевые, красные пузырьки автоматически щелкаются за вас. Ой. Когда мне... Она мне открылась, это было... Просто удалось. Я, к сожалению, она не так уж и давно открылась. Мне только на... На на вирусе. Когда на на вирус на золото прошёл. Это был хардкорчик. Так ещё тот. Ну, как назовём болезнь... Неизлечимая. Ну, назовём её свинка. Многие знают, что это действительно ужасная болезнь. Я бы назвал её... Самой худшей болельнью. Ну, ещё спит. Но спит на втором месте. На первом месте для мужчин, по крайней мере, это свинка. Потому что она вызывает бесплодие. И фактически... То есть, она в каком-то смысле неизлечима. Хотя, возможно, в будущем, то есть... А может уже и сейчас, в теории, возможно, то есть, взять ДНК, например, из руки у человека и внедрить его в яйцеклетку. И, в общем-то, не обязательно размножаться. То есть, так. Поэтому, возможно, свинка тогда нейтрализуется её неизлечимость. И она будет после спида. Или вообще перестанет быть в моём рейтинге такой ужасной. Ну, начнём. Ну, фигня. Это болезнь. Давайте начнём, не знаю. С какого-то... С Антарктиды бы какой-то начать. Какая самая неподходящая страна для развития? Да я даже не знаю, какая. Вот пусть будет Кариб. Или Мадагаскар на такого заделать. О, сами шаги. Читерская болезнь. Получайте удовольствие, играя с миром. Конечно же, никаких очков вы за это не получите. Ну и какая разница? Мне главное поиграться с миром. Ха-ха-ха. Получаем удовольствие. Они развиваются. А что у неё тут за эти технологии? Блин, так это скучно. Я понимаю, если бы какие-то особые технологии были. А так можно просто пролистать и, в общем-то, игня. Они не понимают, что удовольствие это мы получаем на прокачке разных технологий. ИТД, ИТП. Вот это давайте вкачну. Но зато вы можете теперь посмотреть механику в чистом виде. Механику болезни. Интересно, они лишь меня обнаружат и начнут закрывать границы или что-то вроде того. Но вообще-то, можно вообще-то сейчас уже симптомы качать. То есть, меня же не смогут уничтожить. Давайте качнём вот эти вот симптомы. Это преимущество. Можно качать симптомы. Хорошо. Да. Так, пофиг. Красные пузырьки, Савобу. Ой, как мне нравится, что они сами исчезают. Это не надо щёлкать. Они не манят меня своими круглыми личиками. Симптомы. Вот этот хороший симптом. Кровавый кашель. Сейчас будет. Карибы. Заразнее тупика. О, наконец-то они нашли её. Так что, вы не будете её лечить. Я понял. Ну, работайте, работайте. Работайте над лекарством. Я надеюсь, меня не обманули, и лекарства не будет. Потому как я, если честно, начинаю очковать. Если будет лекарство, то это будет ужасно. К счастью, свинку одолеть не так просто. Датская мафия. Штишская болезнь. Ну, вообще, нет бы каких-то технологий. Не добавили там супер-развитие какое-то. Это намного легче было. Блин, менее продуктивная работа. Нафиг. Мне вообще плевать на их работу. А зачем я тогда эти симптомы качал? Вот в чём вопрос. Для тяжести болезни. Так зачем мне тяжесть болезни? Мне она не нужна. Так. Развиваем это. Нужно ещё антибиотики. То есть устойчивость к лекарствам развить. Будет тогда отлично. Вот в Мексике, видите, насколько быстрее всё это происходит? Заражение. А здесь 6, 7. Потихонечку только. В этом тай-прикон всей этой болезни. Что мы-то непобедимы. То есть у нас есть куда отступать, но и заражать нам нужно будет. Ну, то есть может быть трудно заражать. Самое прикольное, что именно вот на такой читерской болезни легче всего узнать тактику. То есть легче узнать механику игры для того, чтобы в неё хорошо играть. Но, к сожалению, мы можем поиграть в эту болезнь. Только тогда, когда у нас уже... В общем-то, мы всё прошли всю игру. И это ужасно. Это просто очень ужасно. Так, ну что, симптомы развивать надо или не надо. Давайте лучше антибиотики. Сейчас быстренько пойдёт заражение намного быстрее, чем раньше. Кстати, вот люди здесь, похоже, ну, на этой земле не размножаются и, соответственно, фактически они изначально похожи инфицированы свинкой. Ну, по крайней мере, все мужчины. А женщины не могут без мужчин радужаться. Иначе бы они уже не знаю, нас уничтожили бы. Может, и не уничтожили бы. Ну, знаете, как там во многих фильмах освещено то, что, типа, девкам нравится, когда у них штыряют пенисом. Ну, некоторым. Другим не нравится. Но, впрочем, какая разница. Это и сингты. Если получаешь удовольствие, то получается. Это и нет. День знания о болезни свинка. Что? Какое нахрен один процент? Вы издеваетесь? Это неизлечимая болезнь. Если вы найдете от нее лекарства, то это не будет неизлечимая болезнь. ну окей давайте как раз подождем посмотрим лекарства неужели они меня обманули я хочу подождать пока не разобьют короче лекарства и действительно ли это болезнь неизлечима или же это все фигня типа наслаждайтесь играя с ним ну конечно я наслаждаюсь знаете какое наслаждение смотреть за тем как этот таймер бежит но я буду наслаждаться потому что очков все равно никаких я здесь не получу юса лидирует в разработке лекарства ну лидирует дальше все страны практически заражены так убивать не надо никого я собираюсь короче посмотреть как происходит этот выиск лекарств приоритет всего мира отлично разработайте от меня лекарства давайте давайте коммун коммун е а что это такое а это масштаб так так это видимо с этих планшетов сделали есть же предок этой игры был на планшетах и на мобильниках всяких продвинутых я даже не буду никакие бутылки щелкать только не надо говорить что это какой то страшный симптом да это тут страшный симптом который будет всех упивать а мы этого не будем так с ней в киеве тачих ранее разработайте от меня лекарства словачи свин коммунирует не объяснимым образом м странно м м иммунное что то там ой эта штука убивает быстро давайте отменим м м ну где же лекарства я жду его почему вы не разрабатываете от меня лекарства ай м 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 давайте давайте правда я уже успел то есть я уже могу победить но нахрен не нужно я хочу посмотреть что изобретать то они набрали то есть там на кого набрали что наша парень такая чиперская блин пошел это уничтожение людей мне это не надо не то ф вообще давайте все отключим м м м и вот это отключим стоп мы платим за уничтожение симптомов не спасибо мне такое не нужно лекарства такое у вас лекарства я читаю я не для этого кучу не знаю полезнее проходил неизвестно как чтобы сейчас вы мне прикалывались на доме у меня не надо мне бессонница мнению стоп я же трачу на это днк блин я так потом вообще не убью своих подопечных нужно какой то убийственный синдром появился хотя блин они очень медленно гляньте изобретают это лекарство очень м я так понял что разработка лекарства становится где то на 99 процентах ну потому что вы видите как насколько долго они изобретают но все же изобретают ладно пусть мутируют похоже чем больше симптомов у нас больше мы получаем днк foul но семьдесят уже процентом но ждем семьдесят один принципе нормально точка скорость я думаю как я буду людей убивать хотя вот 7 появилось нужно какую нибудь убийственную штуку запрести будет ну сделать симптом убийственный чтобы убивая людей получать еще очки ДНК да мне как бы плевать я хочу проверить насколько честны с нами разработчики это думал просто не будет он пошел или смерти да так и и лекарства не запретут м нет мне не нужно пересборка ДНК там развитие лекарства что то еще эх ждем с если тут это не работает та фигня то есть если они запретут лекарства то какой смысл в этой болезни она даже хуже чем бактерия ну хотя очень медленно развивают лекарства но все равно медленно это не то надо чтобы вообще нельзя было придраться так вот откуда свинка зарядилась на карибах я так и знал поняли свинка зародилась на карибах нельзя определить у него пациента ну и что он и давайте 8 процентов и всего 79 ну идет идет окей умирает они так умеренно эти все пациенты и пациенты блин так я буду так долго ждать мне кажется она все замедляется и замедляется нужно что-то качать ну ладно пока что я жду пока не следует в общем то ай киев выпущена во всем мире устройство с сенсорным экраном ну окей и чем она помогает лечиться от свинки но все равно останетесь бесплодными сволочь причем даже женщины надеюсь у них там яйцеклетки перестанут что это там производится хотя они у них с рождения ну ладно свинка сожрет ваши яйцеклетки и вообще киска зарастет у них у этих женщин и будут короче все куклами ходить у мужчин эта хрень отпадет а у женщин зарастет вот так вот ха 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 свинка будет править миром дисковыми существами выяснили но если это уже отменял и я наверное прерву запись до того как останется 99 процентов процентов а исследования болезни блин похоже не получится нам увидеть будет ли что то когда заполнится индикатор но вы в общем то мне напишите то есть это действительно неизлечимая болезнь индикатор не доходит до конца или же он доходит и ничего не происходит или же это наебалово так скажем так как вот видите какой симптом симптом мутировал и сейчас все начнут умирать беженой скоростью кстати я теперь могу энтером пропускать эти сообщения что очень даже удобно вот только что украину показали м картинки показывают эх так и не узнали но по сути все медленнее и медленнее они делают это лекарство нулевого пациента не нашли и там еще что то случилось ну со стандартным набором тнк я не знаю как можно издеваться над миром и зачем это делать то есть действительно довольно таки глупая затея хочется чего то эдакого интересно нужно будет как нибудь некроза заняться этим вирусом ну и вот они умирают умирают очень я так понял это просто не лечится болезнь а то что скрытная то есть ее вообще не обнаруживают и не реагируют так если не эти попытаются лечить но у них ничего нет получается я наверно следующего болезнь не излечимую не буду играть а какую я буду играть я не знаю посмотрим а может ты никакую больше не типа что вот читерский и все так довольно таки медленно умирают но все же никакой вакцины они не запретят но к сожалению я бы посмотрел на это но 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 и болезнь не излечимый но 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 конечно очень круто что но днк саму собирается это прямо просто нереально как то свинка уничтожит человечество и то верно сколько раз я уже уничтожил мир за и за игру в эту игру того я какая то но в общем то сколько раз я уничтожил этот странный мир пора уже переставать удивляться всяким этим жалобным сообщением ну и вот такая вот фигня в принципе довольно таки медленно я ее уничтожу потому что старался подождать и так всем пока до следующих серий если они конечно будут